Поешьте, учитель. Когда я волнуюсь, мне всегда хочется есть. Не ври. Тебе всегда хочется есть, когда ты веселишься, а не только волнуешься. Страх. Вот самое непереносимое, самое жестокое испытание, которым подвергает нас Господь. Сильно испуганный человек, это почти что труп. Зачем им отдали эту несравненную скрипку? А, запомни, мой мальчик, когда за человеком бежит пес, ему надо бросить кость. Они вам все равно ничего не смогут сделать. Да я мог бы, наверное, раздобыть охранную грамоту у папы. Почему же не добыли? Да у меня нет времени воевать с ними, пойми ты. У меня осталось время для работы, и то оно уменьшается с каждым днем. Умереть вот тут вот, за верстаком. Только, знаешь, легко и быстро умереть, без телесных мух. И душа сразу полетит в рай. Да, в рай. У меня просто не было времени грешить. Я все время работал. Не знаю, не знаю, не знаю. Говорят, что человеку для ощущения счастья надо пройти через нищету, любовь и войну. Никогда я нищеты не знал. Уже родом мати был богатым, когда я появился на свет. И любовь меня обошла. И я ни с кем не воевал, а вместо этого в 60 лет делал скрипки. И я в счастье, тем не менее. А как же любовь? У первой моей скрипки голос был пронзительным и вульгарен. Как крики продажных генуэзских девок. И все он вызывал во мне то восторг, то умерзение. Знаешь, что я говорю? Я слушал голоса птиц. Песни детей. Шипение волн. Шорох дождя. Тихий плащ женщин. Тоскливый рев гепарда, которого показывали, впадуя на яморок. Я смотрел на танцах, как девушки-юноши пляшут эту бешеную сандареллу или чеканную ломбарду. Мне хотелось уловить момент колебания, который мне надо было навсегда поселить в скрипке. И, по-моему, мне это удалось. Ты знаешь, потому что скрипки мои стали петь как-то буже, нежнее. У них была настоящая страсть и непродажное волнение. И люди, которые слушали мои скрипки, плакали. Это были слезы, радости и печали. В инструментах была моя большая любовь. И вы все время думаете об этом, когда делаете свои скрипки? Да. Я никогда не работал в плохом настроении, чтобы хоть какой-нибудь надрез не оказался случайным, непродуманным мною. Вот в этом и заключалась война, которую я вел всю жизнь. Ведь звук не получишь омовениями и колдовством. Только терпение, память и ум.